Существуют стандартные ошибки при покупке ЧПО оборудования. Какие-то более фатальные, какие-то менее, какие-то совершенно логичные, но, как показывает практика, логичны они далеко не для всех. Попробуем с этим разобраться. Меня зовут Виктор, это канал LaserCut. Досмотрите это видео до конца, чтобы не совершать ошибок. Итак, первая ошибка, назовем ее «Я сам все куплю в Китае». Казалось бы, ну что тут может пойти не так? Да практически все. Вам банально может прийти не то, что вы заказывали. Если это чехол для телефона, ну, просто неприятно. А если это оборудование за много-много денег, неприятно, не то слово. А еще не особо известный вам продавец попросту может пропасть. Еще очень важный момент при покупке оборудования за рубежом самостоятельно – это гарантия. Предположим, она даже есть. Но, насколько долго вы будете ждать ответа от зарубежного поставщика? Как и кем она будет реализовываться? То есть, кто будет проводить экспертизу, почему и что поломалось? Кто будет в конечном итоге производить ремонт? И даже если речь идет о замене оборудования, то за чей счет оно будет пересылаться за рубеж и обратно? Еще. Вот пришел вам станок из Китая. Вряд ли он будет уже собран, настроен и готов к работе. Пусконаладочные работы нового для вас оборудования могут вызвать сложности. А можно по незнанию случайно еще сразу что-нибудь сломать. А еще есть немалые заморочки с самой оплатой зарубежным поставщикам. Ну и прочее, прочее, прочее. И даже если вы все-таки сами отважились покупать станок в Китае, все равно же останутся какие-нибудь вопросики. Кому их задать? Есть лайфхак. Обратитесь к профессионалам. Позвоните нам в компанию Лазеркат. Нам несложно. Мы все покажем, расскажем. А дальше вы сами решите, где и как совершать ваши ошибки. Телефон в описании. Вторая ошибка. Условно обозначим ее, как я сам всему научусь. Да, действительно, учиться нужно. Нужно знать все возможности станка, тонкости настройки. Вопрос в том, как это делать, как учиться самому в интернете у таких же самоучек, как и вы сами, или с опытными инженерами, которые знают оборудование вдоль и поперек. И есть примеры, когда недостаток знаний приводил к печальным последствиям. Была вот такая история. Клиент самостоятельно запускал станок, не почитал инструкцию. И вместо термоусадки он просто провод всковольный скрутил обычной изолентой. Изолента. Что произошло? Произошло возгорание. А если бы он прошел инструктаж хотя бы? Наше обучение, оно комплексное. То есть мы учим и запускать программы, и обслуживать станок. Вторая история. Частая проблема, когда клиенты, особенно если у них в помещении нулевая, минусовая температура, используют в качестве охлаждения лазерной трубки антифриз, либо тассол. Первое, на что стоит обращать внимание, это не использовать посторонней жидкости, кроме дистиллированной воды. А с чем это чревато? Ну, во-первых, образуется точка росы на стекле, на вот этом вот. И второе, в трубке лазер начинает своя жизнь произрастать. Это все простые примеры халатного отношения к оборудованию без должного обучения. А еще при самостоятельном обучении вы тратите достаточно много времени. И получаете не всегда точную информацию. А иногда теряете много денег. Опять же, простой звонок, подробная консультация, обучение. И вы снимаете с себя все эти риски и не совершаете глупых ошибок. Третья ошибка в том, что для сложной техники, а ЧПУ это достаточно сложная техника, требуется зачастую дополнительное оборудование, которое влияет на производительность, скорость и прочие параметры. И подбор правильного дополнительного оборудования может качественно повлиять на производственный процесс. Банальный пример чиллер. Казалось бы, можно и без него. Но это как автомобиль без хорошего радиатора. В общем, в практике довольно много случаев, когда вроде бы опытные пользователи переходят даже на более дорогие станки. Но попадают в просаг как раз из-за вопроса выбора дополнительного оборудования. А это все из-за отсутствия собственного опыта или советов людей, не являющихся экспертами или просто теоретиков. В общем, дополнительное оборудование это тоже важно. Четвертая ошибка это выбор ненадежного поставщика или неотлаженного сервиса. Многие фирмы, ни для кого это не секрет, по сути являются перекупами, которые сами свои станки не обслуживают. Есть другие компании, которые пользуются услугами сторонних организаций, что на практике тоже добавляет проблем. А есть вообще фирмы-однодневки, у которых и экспертизы нет, и станки они не обслуживают, и гарантий никаких не дают. Если еще короче, есть дилеры и есть обычные продавцы. У дилеров есть номер, они соответствуют специальным требованиям и даже могут вносить изменения в оборудование, как это делает компания Лазеркат. Мы уже внесли десятки улучшений в оборудование, которое продаем. Многие уверяют, что у них есть свой отдел разработки, но не всегда это так. У нас он есть. Поэтому очень важно при покупке оборудования с ЧПУ узнать бэкграунд поставщика. И уточнить товарные запасы и количество комплектующих на складе. Вот так, например, выглядят склады компании Лазеркат, которая находится в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Минске. Пятую ошибку назовем ожидание и реальность. Дело в том, что существует огромное количество маркетинговых уловок, с которыми покупатель сразу может и не разобраться. Простой пример. В описании к станку сказано, что станок может прорезать 6 мм панеры. Прорезать сможет. Но вот резать на постоянной основе вряд ли. А покупатель, скорее всего, на это и рассчитывает. И таких примеров множество. Итак, это был топ-5 ошибок при выборе ЧПУ оборудования, которые можно легко избежать, если вы задумаетесь о следующих вещах. Во-первых, это выбор поставщика внутри вашей страны. Второе, это обучение у настоящих экспертов. Третье, правильный выбор дополнительного оборудования. Четвертое, это отлаженный сервис и гарантийные обязательства. И пятое, это изучение всех нюансов до покупки, чтобы не вестись на маркетинговые уловки. А чтобы не тратить лишнее время, вы можете смотреть наши видео. На нашем канале их огромное количество и все там очень подробно описывается. Или просто позвоните нашим менеджерам и они вам все расскажут. Меня зовут Виктор, это был канал Лазеркат. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и жмите лайки. Но, как это будет реализовываться? Неужели выйдет человек и скажет, я осуществлю вам на гарантии? Это как реклама звучит. Да, это как реклама звучит. Но у нас же и правда есть и гарантии, и сервисное обслуживание лучшее, и обучение грамотное. Я как это еще должен объяснить? Вот просто позвоните нам и вы вам все расскажете. Просто позвоните нам и мы вам поможем. Не завершайте ошибок.